Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Любовь Курьянова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Обновленный русский центр Таджикского национального университета вновь открыл двери для посетителей. Проект «Русские чтения» стартовал вместе со сбором книг для новых регионов. Радио в глобальной медиа конкуренции. Международная конференция прошла в Москве. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Душанбе состоялась презентация обновленного русского центра Таджикского национального университета. Исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин принял участие в мероприятии и вручил ректору памятную медаль фонда. В стенах русского центра был сделан косметический ремонт, поставлено новое оборудование, а также обновлена библиотека. Презентация прошла в рамках молодежного фестиваля «Дружба народов», который посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией. В Российской государственной библиотеке стартовал литературно-патриотический проект «Русские чтения», в рамках которого собираются книги в дар библиотекам новых субъектов России. Подробности в материале Екатерины Матвеевой. В конце ноября Российская государственная библиотека имени Ленина совместно со Всероссийским проектом «Народов много, Родина одна» запустила масштабную литературно-патриотическую акцию «Русские чтения», которая стала символом возвращения литературных традиций нашей страны. Россия – многонациональное государство, однако всех нас объединяет русский язык. В акции приняли участие деятели культуры, науки, политики и спорта. Со сцены прозвучали отрывки из произведений Пушкина, Лермонтова, Чехова и других классиков. Повестили под окнами соцки и ополченцам идти на войну, Загыгыкали бабы слободские, плач прорезал кругом тишину. Собирались и мирные пахари без печали, без жалоб и слез, Клали в сумочки пышки на сахаре и пихали на кряжистый воз. По селу до высокой околицы провожал их огулом народ. Вот где Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод. Также в этот день был дан старт еще одной акции – «Поделись книгой «Стань волонтером русского языка»» по сбору книг в дар библиотек новых субъектов Российской Федерации. Сейчас вся страна участвует в волонтерской, гуманитарной помощи новым субъектам Российской Федерации, но и волонтерство, и помощь может быть не только материальной, не только какими-то вещами, которые сейчас могут быть нужны людям, но и эта помощь может быть культурологической, духовной. Мы все знаем, как слово может ободрить человека, какую большую роль может сыграть правильно подобранная книга в жизни человека. И мы подумали, что очень важно сейчас поделиться с новыми субъектами, с библиотеками, с людьми, книгами классической русской литературы, которую мы все знаем с детства. В этой акции принять участие может любой желающий. Сейчас сбор книг проходит в Российской государственной библиотеке. Ближе к Новому году с гуманитарной миссией эти книги будут направлены в Центральную библиотеку имени Крупской в Донецке. Проект объединяет Москву, но организаторы надеются, что на будущий год и другие города России смогут присоединиться к этой акции. Екатерина Матвеева, Андрей Челышев, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Накануне в Москве прошла традиционная 12-я международная конференция радио в глобальной медиа-конкуренции, организованная Российской Академией Радио. О том, какие вызовы стоят перед отраслью сегодня, расскажет моя коллега Евгения Фагурдинова. Главными задачами мероприятия были заявлены поиск и обсуждение новейших технологических, программных и маркетинговых решений, связанных с бизнес-процессами отечественных радиовещательных компаний в условиях высокой конкуренции между разными сегментами СМИ. Русскоязычное радио – это то медиа, которое выстраивает коммуникацию со всем русскоязычным населением, которое далеко не ограничивается Россией. И в том числе сегодня люди, которые за рубежом русскоязычны, они именно посредством радио могут поддерживать свои культурные, этнические, ностальгические и будущие связи. Поэтому в том числе очень важно, чтобы государство сегодня озадачилось вопросом регламентации так называемой именно цифровой территории России. Тематика конференции затронула все аспекты деятельности индустрии радио. Фокус большинства выступлений и панельных дискуссий был направлен на преодоление кризисных явлений на рекламном рынке и адаптацию радиокомпаний к цифровой среде. В деловой программе мероприятия приняли участие 35 спикеров из России, Индии и Китая. В этом году мы, скажем так, следуем общей тенденции. И, несмотря на то, что мы традиционно смотрели много лет на рынки Европы и США, Австралии, с тем, чтобы понять, как развивается радио там, потому что во многом развитие радиовещания, индустрии в целом и цифровизации является моделью для развития здесь у нас. Но нам показалось любопытным, что в этом году нам стоит посмотреть, а что же такого интересного происходит на рынках стран, которые находятся восточнее нас. И мы договорились о том, что у нас выступят, и выступления прошли спикеры из Индии и Китая. Выступления их были любопытными, интересными. Мы ничего не знаем о рынках радио этих стран. Мы просили их сделать обзор радиовещания в этих странах, посмотрели, как оно там устроено. Есть особенности, которые, в общем, даже меня удивили. Радио – это аудиоканал коммуникации, который идет в ногу со временем, используя новые технологические возможности и достижения науки, для того, чтобы удовлетворять своего слушателя, быть доступным в любой момент, попадать в контекст жизни и радовать высоким качеством контента. В столице прошел очный этап фестиваля патриотической песни в формате гала-концерта. Всероссийский культурный проект проводится при поддержке Министерства культуры с целью выявления талантливых авторов и исполнителей песен, содействуя патриотическому и культурному воспитанию граждан. Подробности в следующем материале. Мы из России, нас миллионы, степи и горы, сильные народы. Накануне во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова прошел очный этап фестиваля патриотической песни. Данный проект направлен на выявление и поддержку талантливых авторов и исполнителей патриотическое воспитание граждан и укрепление единства народов России. Конкурс проводился в два этапа. Первый – отборочный по видеозаписям, и второй – основной очно. Все музыкальные произведения исполнялись на русском языке и представляли собой композиции о природе, родной земле, России и малой родине. Такой замечательный фестиваль «Смотр патриотической песни», который стал не только возможностью выявить, найти эти молодые, новые, интересные, красивые лица, но и стать той площадкой, где может быть выражена вот эта гражданская позиция наших граждан в поддержку нашего президента. И, конечно, этот конкурс очень значим и важен для нас. Почти 300 заявок было подано для участия в фестивале патриотической песни от исполнителей академического, эстрадного и народного вокала в возрасте от 18 до 35 лет из 40 городов России. К участию в финале были допущены 55 вокалистов из 26 городов страны, среди которых Ставрополь, Москва, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Сочи, Тутаев и другие. Исполнять я буду «Тучи в голубом». Я считаю, что такой фестиваль нужно устраивать, потому что в данный момент ситуация в стране очень тяжелая. Нужно поддержать наших мужчин и поддержать вообще всех людей. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, Напоминают ставить дом, где кружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, в миноре. В фестивале приняли участие талантливые исполнители из разных регионов нашей страны. Из-за большого количества финалистов организаторам пришлось увеличить количество призовых мест. Так, первое место в конкурсе заняли сразу две участницы Екатерина Гладышева из Дзержинска и Эрика Зимина из города Сочи. Для меня военная песня – это что-то очень особенное. Я люблю петь патриотические и военные песни. «Пою я плач матери» – это не особо известная песня, но она раскрывает смысл военных действий 1941-1945 годы, но также и военных действий, которые происходят сейчас. Этой песне я хотела бы донести о том, как матери ждут и любят своих сыновей. Этот конкурс дает возможность молодым исполнителям проявить себя, продемонстрировать свой талант профессиональному жюри и взыскательному слушателю. И, возможно, в скором времени на российской эстраде зазвучат новые имена. Накануне свой юбилей отпраздновал Вадим Вальфсон, член Московского союза художников, создатель частного музея книги, в котором собраны удивительные коллекции, поражающие своим масштабом. Чем уникальна книжная галерея, расскажет Татьяна Орлова. Первое прикосновение ребенка к родному языку начинается со школьных прописей. Именно в этот период человек учится передавать свои мысли при помощи слов на письме. Вот уже около 30 лет Вадим Вальфсон является директором частного Московского музея книги, который на протяжении этого времени приобрел значение научно-исследовательского института. История музея началась с ценного предмета, с русских прописей. Самое старое издание, которое здесь хранится, датируется 1820 годом. Коллекция столь велика, что не хватит и дня для ее рассмотрения в полном объеме. Поскольку начинается все у ребенка с прописи, возникает вопрос – а чем писали? Конечно же, перьями. И коллекция металлических перьев, подобранная Вадимом Вальсоном, самая большая в России. В музее хранится более 26 тысяч единиц. Наверное, все это ушло в какое-то дальнее прошлое, но ни для кого не секрет, я не открою никакую тайну, если скажу, что все основные документы высочайшего уровня, и меморандумы, и международные протоколы, и договоры, все главы государства подписывают пером и чернием. Это совершенно точно. Это принято, это общепринятый канон, который, насколько я знаю, никогда не нарушался. В этом году Вадим Вальсон отмечает свой юбилей, и, будучи гостеприимным именинником, он провел для нашей съемочной группы экскурсию по музею, показав самые редкие экспонаты, которые не встретишь ни в одной галерее. Это довольно редкие парные карандаши выпускались. Фабрика Славянская карандаш называется «Горняк». И вот если ее открыть, то там виден бойный молоточек. Помимо уникальных карандашей и металлических перьев, в огромной коллекции школьных прописей в музее Вальфсона представлен редкий материал, связанный с историей Малороссии. Если говорить о Малороссии, то мы собираем, и давно уже, и не первый год собирается коллекция по истории Малороссии, и отдельно по истории Донбасса. И есть множество документов, которые подтверждают и убеждают нас в том, что везде там был и русский язык, и учебники на русском языке выходили, и тетради русскоязычные, похвальные листы, которые выдавались деткам по окончании учебных заведений, все были написаны на русском языке. Сейчас русский язык особенно нуждается в нашей защите и покровительстве. И просветительская деятельность музея Вадима Вальфсона как раз направлена на сохранение нашего языка. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова